Эпизод 3. Падение тёти Ольги Следы привели меня в земли тёти Ольги. Виктор выпал из головоломки, но вором могла быть она. Тётя Ольга искала в дюнах металл и строила из него великие города. Но пришёл ветер, сухой и жёсткий, он завывал в её стенах. Когда ветер стих, остались лишь руины. После этого тётя Ольга утратила интерес к стройке. Я предложил Ольге всё восстановить и сказал, что ей будет этого не хватать. Она не захотела слушать, сказала, чтобы я уходил со своим золотом. Разумно, она хотела не то золото, что я ей предложил, а всё моё золото. Ребята, всем привет, с вами канал Страна Игрляндия. И сегодня мы продолжаем приключения Леопольда. Уровень девятый. Падение тёти. А вот и города тёти Ольги, от которых остались одни лишь руины. Чем-то мне всё это напоминает древний Египет. Перепрыгнуть эту колонну мы не сможем, значит мы её сможем свалить. Леопольд, золото лишним не бывает, возвращаемся и подбираем все монетки. Бочка с шипами, перепрыгиваем. Ой, у нас завалился парапет. Вау, вот это да! Как круто Леопольдом выстрели, как будто из прощи. Подпрыгиваем. Ааа, мы задели подпорку. И нас едва не раздавило. Чем дальше проходим эту игру, тем сложнее становится проходить её без смертей. Ведь столько новых ловушек. И они всё сложнее и сложнее. После прохождения городок тёти Ольги, наш Леопольд будет настоящим Индиана Джонсом. Как проходить эти шары, я вроде бы разобрался. Главное теперь подгадать момент и не спейлиться. Продолжаем движение далее. Вау, вы слышали, ребята? Ооо, как хорошо, что у нас такой хороший слух. Так бы нас раздавило. Какой огромный шар. Нужно забрать монетку. Золото ведь наше. Подталкиваем камни. Зачем-то же они нужны. Отлично. Эти камни нам помогли открыть проход. А вот и первая смерть Леопольда. Как же неудачно всё получилось. И сразу же Леопольд едва не свалился повторно в этот обрыв. Едва успели выбраться из одной ловушки и снова же попадаем во вторую. И с неё мы также выбираемся с лёгкостью. А вот здесь нам придётся попрыгать. Задерживаем дыхание, сжимаем кулачки и вперёд. Как хорошо, что здесь только ловушки. И на нас не нападают дополнительно ещё какие-нибудь монстры. Это было бы уже чересчур. Кажется, будет вторая смерть. Повторная попытка, но в этот раз постараемся быть аккуратнее. И со второй попытки у нас ничего не получилось. Если честно, я просто не представляю, как возможно пройти столько ловушек и ни разу не умереть. Ребята, подскажите, а вы играете в эту игру? И проходили ли вы совершенно без единой смерти? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Как же проходить здесь? Ну, прыжок. Стоим на постаменте. И стараемся не упасть. И снова мы свалились в пропасть. Ещё одна попытка. В этот раз при ударе я буду подпрыгивать. Вот. Эта тактика, по-моему, себя оправдывает. Теперь можно продолжать двигаться далее. Обломки с колонны помогают нам не попасть на шипы. Ура, ребята! Мы закончили девятый уровень. Собрали 66 монеток. У нас было 4 жертвы. И на всё про всё мы потратили 4 минуты и 5 секунд. Переходим к 10 уровню, который называется Черепа. Судя по названию, он будет намного сложнее, нежели девятый. Эти платформы, на которые мы прыгаем, не казались ненадёжными. Так и есть. Едва мы на неё запрыгнули, она сразу же начала заваливаться. Если перепрыгнуть не получается, нужно сломать. Лишь бы нас не прибило. Ай-яй-яй! Фух, повезло. Собираем монетки и продолжаем искать баришку. Напомню, Леопольда кто-то ограбил. Украл всё его золото. И теперь оставляет след из монеток. Типа след из хлебных крошек. А Леопольд решил во что бы то ни стало найти своё золото. Ещё один туннель с кучей шипов. Я просто не представляю, как я смогу его пройти. И вот, ещё одна смерть. Ещё! Да, эта ловушка одна из самых сложных, которая попадала с Леопольду. Ну что ж, поздравляю Леопольда с удачным прохождением. И желаю ему удачи на дальнейшие испытания. Ну а сейчас, как вы догадались, ребята, для вас прозвучат долгожданные приветики. И первое сегодня звучит приветик... Лерине Зайцевой, Лерочке Волковой, Софии Акаченок, Викули Кашули, Машуне Сергеевой, Ване Волкову, Анастасии Ивановой и её сестричке Марии Ивановой. Также приветик Маше Феоктистовой, Шариповой Людмиле, Снежане Дмитриевне, Денису Ануфриеву и его сестрёночке Алисе. Пушистый приветик Варюше Сорокиной, Кате Балабановой, Балазбекну Раю, Тане Прокудиной и её племянницам Эвелиночке и Даше. Дружеский приветик Лилии Влог, Насте Ананиной, Кандауровой Марии, Вере Филипповой, Яночке Мали, Куралай Куралбай, Наташке и её сестричке Марине и подруге. Радужный приветик Мисс Полиночке и её сестричке Дашули. Также приветик маленькой принцессе Кате, Исаевой Айше и Черненко Соне. Огромный приветик Маше Головко, её маме Жанне и Баде Вове. Также приветик Батуевой Юмжане, Стеклане Цой, Еве и Яне Игнатовым. Пушистый приветик Алиночке Радик и её подруге Саше да Бонни. Также приветик Алине Минигуловой, Полинке Ру и другу Лёве. Ещё приветик Кате Баклановой, Славе Высоцкому и Собке Левкиной. Ну а на сегодня, ребята, это прозвучали, ой-ой-ой, бедный наш Леопольд. В общем, ребята, прозвучали все приветики. Если кто-то хочет ещё услышать приветик, обязательно об этом нас пишите в комментариях. Только не забудьте указать своё имя и фамилию. Как же тут опасно. А ведь нашему Леопольду, во что бы то ни стало, нужно пройти этот участок. Да, в этот раз у нас не получилось. И шар с огромными шипами нас всё-таки смог настигнуть. Посмотрим, как же у нас получится во второй раз. А во второй раз получилось очень даже хорошо. И Леопольд смог преодолеть эту ловушку. И вот Леопольд преодолел десятый уровень. С вами был канал Страна Игрляндия. Всем пока и до новых встреч.